Погиб поэт невольной чести, полоклеветанной молвой, свинцом грузи и жажды мести, поникнув в горде головой. На гибе Александра Пушкина сильнее всех откликнулся Михаил Лермонтов. Его стихотворение «Смерть поэта» – отражение трагических событий 1837 года. 8 февраля на дуэли с Дантесом на Черной речке литератор получил смертельное ранение. 10 числа его сердце остановилось. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Усадьба Большие Веземы каждый год открывает свои двери для всех желающих почтить память великого русского классика. В этот раз даже Мороз не помешал собраться почитателям его творчества. «Также у нас сегодня будет литературный салон, посвященный памяти Александра Сергеевича Пушкина, где силами наших сотрудников мы расскажем о последних часах его жизни. И также у нас проходят неспешные чтения». Дубровский – один из самых известных романов русской литературы. На неспешные чтения Милана пришла, чтобы больше узнать об истории его создания. Александр Сергеевич начал трудиться над ним в 1832-м. Меньше чем за месяц написал восемь глав. Помимо противостояния крестьян и помещиков, в произведении есть и любовная линия. В центре событий знакомые всем герои – Владимир Дубровский и Мария Троекурова. «Больше всего из произведений мне нравится, как он пишет о своих чувствах к девушкам, женщинам, потому что это что-то такое невообразимое, то, что он передает сквозь слова какие-то такие покровные чувства. И это очень приятно читать». Александр Пушкин по праву считается создателем современного русского языка. За свою жизнь он написал почти 800 стихотворений, десятки поэм, романов, сказок. Отдельного внимания заслуживает историческая проза. Его монография «История Пугачева» в дальнейшем легла в основу романа «Капитанская дочка», который он написал в Болдине. Однако поэтическая родина писателя – Большие Веземы и Захарова. «Здесь он начал писать свои первые стихи, здесь он научился говорить по-русски. До этого он никогда не говорил, он говорил только на французском языке. И бабушка была первым учителем в его жизни». В этом году исполняются 225 лет со дня рождения Александра Пушкина. Круглую дату в Больших Веземах отметят с размахом. Организаторы обещают много интересного.